Добрый день! Продолжаем изучать кубоиды 3х3х7 с крэйти кругами. В прошлом видео, подобного рода, я рассказал про кубоид 3х3х7 версия 0.1. Кто не видел, посмотрите. Много там обзорного было, повторяться не буду. Сегодня мы разберем версию 3х3х7.0.0. Ну или вот, по коду товара можно посмотреть. 337.01b называется. VTD, кубоиды, классическая коробочка, ничего нового. Чем отличаются версии 0.1 и 0.0? У версии 0.1 одна грань с фиксированным центром, вторая с подвижным. 0.1. Здесь обе грани с фиксированным центром. Тут 0 и тут 0. Если мы вращаем два слоя и больше, центр вращается вместе с гранями. Если вращаем только второй с краю слой, она вращается вместе с центром. Ну и если на версии 0.1 было достаточно разобраться с белой стороной и желтая сторона собиралась, как в обычном кубоиде, то здесь немножко поинтереснее. Главное сначала хорошо перемешать слои, а потом уже будем с изменением формы. А этот кубоид симметричный, бывают четные несимметричные, поэтому делаем пока движение только на 180 градусов на вертикальных граней. Перемешиваем как-нибудь. Не забываем вращать крайние слои, чтобы у нас разделялись крэйзи элементы от внешних. Немножко подклинивает, но наверное разработается. Пока только одну сборку на нем сделал. Но пока ничего не сломалось. Здесь особого смысла вращать средний слой нет, так как не меняется у нас 0 или 1 на гранях. Из-за этого они одинаковые. Но хочется побольше их разделить. Ну хотя бы так. Ну и после чего, перемешав по слоям, перемешиваем с изменением формы, как 3 на 3. То есть серия называется кубик. Кубик супер 3 на 3 на 7. 0, 0. Как 3 на 3 стоит вращать поаккуратней, пока не притрется. Ничего не смазывал. Возможно, потом потребуется. Ну вот примерно такой становится этот кубоид. Начало сборки такое же, как на классических кубоидах. Это нужно вернуть форму. Найдем средний слой. Ну вот. Вот. Так, повернем пока горизонтально. Чтобы можно было ориентироваться. Здесь вот средний элемент зелено-оранжевый. Надо его к зеленому поближе. Зеленый поднимаем. Подставляем сюда. Опускаем. И вот получился уже уголок среднего слоя. Хороший. Дальше. Красно-синий. Вот красный. Поднимем. Ставим сюда. И сторону синего опустим. Красно-зеленый. Опять красный. Сюда. Сюда. У нас средний слой уже прорисовался. Да. Весь собран. Дальше нужно ориентировать элементы. Неважно, какого цвета на внешних слоях. Здесь мы видим вот такую галку. Решим галку. Ну и тут что-то. Ну здесь тоже галка. Может быть и какой-нибудь недокрест, недогалка. Но это тоже решается. В прошлом видео показывал. Дальше мы решаем то, что можем. Здесь вот одна полоска тройная есть. Нужно и здесь тоже сделать. А где же ее взять? Ну... Вот это на рыбку похоже отдаленно. На глазик неудобный. Можем предположить, что... Это кто у нас? Глаза? Просто какие-нибудь. Давайте предположим, что вот это глаза. Сделаем рыбку отсюда. И потом с этой стороны рыбку. И тогда у нас тройной блок будет. Вот так. Ну и теперь дособерем одну грань какую-нибудь. Давайте нижнюю. Здесь можно как два слоя вращать, так и три. Неважно. Ну и здесь получится стандартный ойл-эвл. Здесь собралось. Здесь собираем. Опять рыбка левая. Ну вот. Форму вернули. Теперь неважно с какой стороны начинать, поскольку они равнозначные. Обе нулевые. Ну и начну давайте с белой. Нам нужно для начала объединить как-нибудь ребрам. К примеру так. И одно можно, возможно, даже полностью собрать. Вот зеленое собралось. Дальше ищем ребра на противоположной. Ну можем их вот так вот это комбинировать. Вот, к примеру, оранжевое. 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 Вот тройной такой оранжевый уз креста. И поставим на оранжевое место. Сюда поближе. Так. Так. Когда вращаем два и больше слоев, то центр вращается вместе с внешними элементами. Делаем возвратные движения, чтобы не ломать средний слой. Вот два уса есть. Нужно еще. Вот тут синее подсобралось. Так. И нужно собрать еще вот это. Тут вот так вот раз. Раз. Красные. Вот. Удачно они стоят вместе. Возможно, так бывает всегда. В прошлой сборке так же было. Возможно, нет. Если нет, придется думать. И. Подкрасные. Подводим. Так. И вот у нас собран крест. Дальше нужно собирать уголки. Найдем сначала удачные. Удачные те, которые уже с беленьким стоят. И у них соседний такой же. Неудачный. Можно поменять. Не очень. Вот удачный. Да. Зелено-красный. Если мы найдем третий зелено-красный, будет вообще победа. И он нашелся. Эту компанию можно отправить вот сюда. На свое место. По стандартным алгоритмам. R2 U. L2 U. R2 U. L2 U. Хорошо. Теперь. Ищем еще удачных. Возможно что-то появилось. Так. Если мы сдвинем вот так, у нас уйдет белый. Это печально. Как бы нам его сохранить? Пока никак. Какой-нибудь синий-оранжевый. А ничего больше и нет. Так. У нас вот здесь красно-синий. А вот. Синий-красный хорошо стоят. Надо это сохранить. Сюда-сюда. R2 U. Уштрих. L2 U. R2 U. Уштрих. L2 U. Так. Дальше смотрим. Вот. Зелено-оранжевые. Но к ним, к сожалению, нет третьего. А третий он стоит пока он где-то там. Можно пока синий-оранжевый собрать. Вот. Да. Ну, либо нам везет, либо так оно должно быть всегда. Что они вот объединяются. Это ставим сюда. Надо побольше собирать. Ну, если кто-то владеет информацией, напишите, правда ли, что они всегда состыкуются, если они и есть. Ну, внешне и со вторым внутренним. Да. По теории они уже должны. Да. Это сюда. Выходит, не так уж и сложно. И вот половинка кубоида уже готова. Переворачиваем. И тут, ну, сборка углов у нас пока такая же. Делаем 2 Т-перма. Иногда может хватить одного. Глаза. Глаза. И еще глаза. И действительно, редкий случай настал. Мы сейчас делаем 1 Т-перм и все углы соберутся. Р2-У. Т-перм, конечно, кубоидный. Р2-У. Р2-У-Штрих. Р2-У. Р2-У-Штрих. Р2-У. Р2. Тут доворот. Тут оставляем по местам. Остается здесь собрать только ребра. Углы уже по местам. Смотрим. Третий слой сверху, видимо, паритетный. Второй слой обычный H-perm. Ну и верхний паритетным не бывает. Стандартный U-perm. Важно собрать верхний слой вместе с чем-то. Ну или в первую очередь его собрать. Для того, чтобы его не собирать его последним. Иначе мы будем забирать отсюда белые и возможно что-то сломаем. Может и нет, но проверять не хочется. Скорее всего сломаем. Поэтому я сейчас сделаю какой-нибудь U-perm, который соберет. Ну и, видимо, давайте просто переставим против часовой стрелки два раза. Безопасным алгоритмом через R2U2. R2U. 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 R2U2. Так, что у нас получилось? Стал хороший паритет на третьем слое. На втором стал U-perm. И на третьем, вернее, на первом тоже такой же U-perm. Значит, мы сейчас первый и второй вместе соберем. Да? Главное, что верхнее останется не последним. И потом разберемся с внутренним слоем. Делаем тот же алгоритм. Но для двух слоев. R2U. 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 R2U2. R2U2. И повторяем. R2U. 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 R2U2. Докручиваем верхний слой. Остается вот такой паритет. Был бы, напротив, я решил бы через R2U2U. R2U2U 2, повернуть два раза и отменить, как делал в прошлом видео. Но здесь они рядом. Поэтому сделаю классический кубоидный на основе U-perm. Сдвигаем вот так. Делаем М2U. Только внутренний слой D, R2D', M2D, R2D', возвращаем, и кубоид собран. На деле здесь поменяли с местами три центральных элемента, но мы видели, как это сделали только двое. Все-таки это псевдопаритет, но какой и есть. Весьма интересный кубоид, вполне решаемый, но отличается от остальных VTD'n наличием двух crazy кругов. Версия 0.1 решается попроще, но набор алгоритмов в принципе на один и тот же. Занимательные кубоиды. Мне осталось всего немного собрать от VTD'n. Это 3х3х6, 1 и 2х3х3х5. Тоже с кругами, всякие супер, кубик. Ну, стоят они неадекватно дорого, когда-нибудь все-таки куплю. Да и найти их не так уж и просто. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.